Всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Сегодня, на самом деле, я хотела сделать формат РУ, потому что у нас расклад будет на одну позицию, чтобы вы видели. Вот, ну а потом все-таки думаю, ладно. Решила выйти в эфир. Если честно, в последнее время что-то мне как-то лень. Лень прихорашиваться, да, для того, чтобы выйти в эфир. И вообще идеально было бы для меня, наверное, выходить в дом для меня какой-нибудь такой формы, знаете, с оборотом, бонусом. Но это неэстетично и некрасиво. Вот, ну я очень уважаю тех женщин, которые уделяют свое внимание, знаете, в мейкап, всякие масочки. Для меня это что-то такое чуждое. Ну, лично для меня. Ладно. Ну, сегодня речь пойдет не обо мне. Сегодня речь пойдет о раскладе. Данный расклад я уже делала года два, по-моему, назад, наверное, на своем канале. Вот. В принципе, вы знаете, что я не люблю повторов, но тогда я делала этот расклад с колодой. Он взят из книги Чакра Спецана и его колоди «Успех и счастье», да, там, где были две подборки карт сценария. То есть, позитивный сценарий и негативный. Вот. И когда я их тогда, по-моему, приобрела, и два назад, я делала этот расклад. Сегодня мне захотелось сделать его повторно, вот, но уже на другой колоди. И немножко там, ну, видоизменимо. Поэтому вопросов будет много, и по этой причине я буду делать на одну позицию. Расклад называется «Основная линия вашей жизни. Сценарии, которые вы пишете на протяжении всей своей жизни». Да, то есть, мы посмотрим, с какими сценариями мы приходим, и какие сценарии мы самостоятельно создаем на протяжении всей нашей жизни. Вот. Интересно самой посмотреть, как я буду читать этот расклад сейчас. Так. Ну, посмотрим. Значит, у нас здесь девять вопросов. Я нового поставила, чтобы, ну, уже не переписывать вопросы, а она так вот удобно смотреть. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Какая основополагающая задача существует на уровне души на данный момент? Да, то есть, с какой задачей душа пришла в этот мир? Смотрим, да, с какой задачей душа пришла в этот мир? О, колесо фортуны. Смотрите. По колесо фортуны есть несколько задач, да, несколько вариантов. Один, наверное, для душ, таких достаточно продвинутых, это осознать тот момент, что вы вправе создавать свою судьбу самостоятельно. Да, то есть, здесь основной и главный ваш урок, прийти к этому осознанию, и на основе этого осознания создавать именно свою реальность, свою судьбу, брать образы управления и ввести свою судьбу туда, куда вы пожелаете. Это вот для таких достаточно продвинутых душ, почему я их разделяю, потому что остальные души, это вот взяток процентов для 30, остальные души тоже делятся на разные категории. По колесу фортуны кому-то здесь важно будет осознать свои сценарии, да. Сценарий заключается в чем? Чтобы понять некую такую повторность в своей жизни, либо исправить даже, понять и исправить, либо повторность из прошлых воплощений. То есть, знаете, вот что-то где-то, возможно, в прошлой жизни не доработали какие-то моменты, и вот в этой жизни то, с чем вы будете сталкиваться, это вот, как правило, исправление своих каких-то прошлых уроков, либо в этом воплощении, либо в прошлом воплощении. Какой еще урок, да, задача? Да, сколько задача? Душа обшла в этот мир. Значит, по колесу фортуны еще какая задача может быть? То есть, с одной стороны, отслеживать повторяющиеся моменты в своей жизни, и главная задача, наверное, это научиться быть счастливым человеком. То есть, научиться, как-то, знаете, подниматься выше над теми ситуациями, которые случаются в вашей жизни. Сейчас я попробую это объяснить иначе, потому что как-то запутанно я сказала. Суть здесь заключается в том, что колесо фортуны, оно всегда показывает на людей удачных, на удачливых, на людей счастливых. Но, когда эти люди идут по жизни не из позиции какой-то легкости, легкого отношения ко всему, такие вот, знаете, позитивные. Когда люди начинают как-то заземляться, когда начинают сталкиваться с реальностью, начинают вот как-то больше задумываться, то есть, не интуитивно, а вот как-то от головы, от разума, как правильно, как неправильно. Вот эти вот все мыслительные процессы начинают их угнетать. И вот когда только появляется вот это чувство внета, какого-то неудовлетворения, тогда включается сценарий, который человек должен прожить. По сути, по этому аркану, сценарий говорит о том, что вам в жизни должно все вести, ну, то есть, должно, должна улыбаться фортуна в контексте того, что все должно быть легко происходить. То есть, как только ваше состояние внутри меняется, вы уходите от легкости и начинаете сами себя грузить какими-то мыслями, да, вот тогда вы становитесь неудачником. То есть, по жизни, по этой программе, в принципе, все должно даваться достаточно легко. И если вдруг появляются какие-то уроки по пульсу фортуны, то, как правило, это уроки связаны либо со здоровьем, либо с деньгами. То есть, в личных отношениях здесь как будто бы не затронута эта сфера в контексте того, что, ну, она не составляет какие-то уроки. А вот уроки как раз и связаны именно с финансовой стороной вопроса. И фишка в чем этого аркана? В том, что деньги, они сами к вам идут. Вот как только человек начинает заморачиваться на том, как заработать, да, то есть, как только включаете голову, сразу перекрываете вот этот вот поток. И когда человек отходит от своего пути, вот именно вот этого пути удачливости, легкости, везения, позитива, то первое, что у него начинает страдать, это финансы. Если он не обращает на это внимания, то следующим этапом у него идут здоровье, да, то есть, психосоматика. Не личные, не развитие, а вот именно вот эти вот два аспекта. То есть, вот по этим направлениям этого человека учат. И здесь вот как раз задача научиться, как-то знаете, легко смотреть играючи. Вот здесь идет какой-то, знаете, дух такой авантюриста, в контексте чего, допустим, когда человек идет играть в казино, потому что здесь по этому аркану проходит игроман, да, вся вот эта вот зависимость получения, приобретения денег. Вот есть, например, люди, которые идут в казино для развлечения, да, то есть у них есть такая сумма, ну, 10 единиц условных, и они говорят, вот мне все равно выиграю, я проиграю, то есть мне сам процесс нравится, я получаю удовольствие, у меня нет никаких ожиданий. И вот когда он идет вот в таком состоянии, вот к нему вдруг неожиданно пришли деньги, и пришли деньги, он такой радостный, да, забери половину суммы, ну, то есть, это все равно не мое, да, оно пришло как-то неожиданно, но мне не жалко поделиться. Вот когда отношение к жизни вот такое, то есть легко, я не привязываюсь к чему-то, тогда вы находитесь как раз-таки в плюсе этого колеса фортуны, но когда идет вот эта вот зависимость, да, то есть жажда получить, когда желание становится нуждой, необходимостью такой, да, вот одержимостью, тогда фортуна, наоборот, отворачивается. И вот уро по этому органу, как раз в этом заключается, относиться к жизни легко и не, знаете, не привязываться, не как-то, не требовать. Причем со стороны, когда смотришь на людей по десятке, по колесу фортуны, да, кажется, что, ну, этому человеку там на голову деньги сваливается, либо какой-то там успех, либо удача, либо просто он родился в богатой семье, там его бабочка оплачивает, либо еще что-то. На самом деле это люди достаточно работоспособные, то есть это люди, которые любят работать, но ключевой момент этого сценария не привязываться, да, то есть до тех пор, пока вы относитесь к жизни как к игре, да, вот вам будет все фортовать. То есть как только вы начинаете включаться в какие-то моменты, здесь вот именно вот эти негативные эмоции начинаете проживать, мысли, переживания, волнения, вот тогда колесо фортуны начинает крутиться в противоположное, в противоположном направлении, тогда, как я уже говорила ранее, включается сценарий, который нужно будет отрабатывать. Поэтому одна из задач, да, я несколько арканов вытащу, потому что здесь не только колесо фортуны, могут быть еще и другие. Так, еще с какой задачи пришла душа, я прям два аркана вытащу, вот такой, и вот такой. Ну вот первая это была основная, потому что это великий аркан, а остальные это малые арканы, то есть в принципе не в историю значим. Вторая задача души это не пасовать, не пасовать перед страхами, не пасовать перед начинаниями, новыми в вашей жизни. То есть уметь приобревать свое эмоциональное состояние касательно каких-то новых начинаний. То есть как только появляется дорога, как только появляется новый путь, сразу появляются страхи на этом пути. И они вот настолько могут управлять вами, да, они могут быть настолько сильными, что порой вы отказываетесь от каких-то новых начинаний. Причем вопросы могут здесь касаться даже и поиска себя, внутреннего какого-то погружения. То есть здесь нужно научиться не пасовать перед трудностями, сложностями и не пасовать перед страхами. Особенно если это страхи на пути познания себя, да, то есть когда вот мы углубляемся в себя, начинаем что-то узнавать, нам становится страшно. Вот, мы отказываемся от этого, здесь вот от этого отказываться не нужно, да, то есть здесь нужно понять, что есть страх и для чего вообще случаются какие-то преграды на нашем пути, да, трудности, для чего они даются, чему они нас учат. То есть вот здесь такой философский подход. И еще одна задача по шестерке жеслов, вот она прям продолжает как раз-таки только сосудов, говорит о том, что задача научиться все время двигаться вперед. То есть не останавливаться здесь, задача научить доверять другим людям в контексте делегирования. То есть здесь человеку, возможно, очень сложно делегировать свои какие-то обязательства, либо вообще как-то вот, если женщина доверится, например, мужчине, да, то, в принципе, она предпочитает все делать самостоятельно. Вот, здесь вопрос в контексте доверия противоположному полу, либо там, если это профессиональная, например, сфера, да, вопрос делегирования своих каких-то обязательств. Это тоже вопрос доверия. Также по шестерке мечей, говоря о движении в новое, да, здесь нужно будет научиться менять свои, свои убеждения. Но не просто их менять, а для начала их, с одной стороны, здесь должно быть постоянное вот это желание куда-то идти, к чему-то стремиться, двигаться, да, то есть не оставаться на одном месте. Вот Хрисо Бартумов тоже про это говорит. А с другой стороны, здесь нужно понимать, что каждый раз, когда я иду в новое, я должна в это новое пойти, отказываясь от каких-то прошлых своих рамок, от каких-то прошлых своих мыслей. Потому что мечей это всегда про мысли, про убеждения, про какие-то наши шаброны. И вот чтобы пойти в будущее, к новым берегам, здесь человек в первую очередь должен отказаться от того, во что он верил, но вот в контексте именно мыслительного процесса, да, то есть так, как он привык думать, так, как он привык мыслить. Иначе к новому берегам не пойдешь, да, то есть иначе это будет просто повторное воспроизведение того, что уже существует. И, конечно же, обучение, да, то есть вопросы обучения здесь всплывают о шестерке жезлов, о шестерке мечей тоже. Так, то есть здесь, поскольку это мечи, а все шестерки у нас говорят про выравнивание и баланс, то в данном случае выравнивать свои мыслительные процессы. То есть не уходить, вот то, что я и сказала, да, ранее по троге сосудов, не уходить в свои какие-то, в свое какое-то искаженное восприятие мыслей, которые приводят вас именно к страху, к тревоге, к волнениям. То есть здесь нужно научиться понимать природу мыслительного процесса. Вот это и заключается ваш урок души. И не случайно даже то, что я сказала про колесо фортуны, да, о том, что здесь люди должны осознавать как раз-таки то, что я могу управлять своей жизнью, да, я могу выйти из системы полностью, либо, там, не знаю, частично через понимание того, как я могу взаимодействовать с этой системой. То есть не убегать, не отказываться, не игнорить, а именно взаимодействовать, да, то есть взаимодействовать через сознание своей собственной системы. Это прям такой вот очень высокий уровень. Но все возможно, да. Так, смотрим, следующий вопрос, значит, каким образом эти задачи в виде проблем будут проявляться в вашей жизни, да, то есть здесь проблема с мыслями, с убеждениями, с усадоками и со страхом. Либо какие-то сценарии, да, повторные. Каким образом эти задачи, которые вы должны будете пройти, будут возникать в виде проблем. Шестерка жезлов. Ну, во-первых, они будут возникать в контексте того, что двигаться дальше или нет. То есть очень-очень часто будет такое желание, что, скорее всего, вы будете находиться на развивке, двигаться они дальше или нет. Здесь также вопросы самоуверенности, да, самооценки уверенности, уверенности в себе. То есть будут сомнения вот в этом плане, да, то есть нахожусь ли я на данный момент на коне или нет. Также проверки будут касательно вашего позитивного настроя, да, то есть возможно будет возникать такие моменты, которые наоборот будут заземлять вашу энергию. Например, через какие-то негативные моменты, то есть здесь проверки будут, насколько ты действительно позитивный, насколько ты действительно удовлетворен в своей жизни, насколько ты амбициозный, насколько ты можешь реализовать свои желания и реализоваться в социуме. Насколько ты можешь чувствовать себя вот именно на коне уверенно. Такие моменты тоже будут. Причем проверки могут быть через какие-то новости, да, то есть, скорее всего, через какие-то негативные известия, новости. Вот они тогда и будут включать вот ваши сценарии, которые вам нужно будет проработать, то есть что-то где-то как-то услышали. Вопросы критики тоже для вас являются проверкой в данном случае. Еще какие проблемы, да, каким образом эти задачи в виде проблем будут проявляться в вашей жизни. В виде проблем, окей. Пятерка мечей. Пятерка мечей нам как раз и говорит о предательстве. Вот вопрос недоверия, да, вот все, что связано с доверием. Доверие себе, доверие миру. Вот оно будет у вас всплывать. Здесь также могут быть моменты, когда человек ставит себе слишком высокую планку для достижения чего-либо. То есть, есть здоровая позиция, да, когда вот я загадываю такие большие масштабные цели для себя с целью, что вот в какой-то период времени, да, я вот как вектор в какое-то направлении, к чему я хочу идти. Здесь же наоборот. Идут негативные сценарии в контексте того, что вот мы ставим себе какие-то очень высокие цели, но не для того, чтобы их достичь, а с целью того, что я понимаю, что я это не буду достигать, где-то на уровне бессознательного, что я это не достигну, что у меня это не получится. И тогда это будет повод для самопричевания, то есть самонаказания. Здесь вот вопрос не любви к себе, да, то есть изначально берем, ставим высоко эту планку. Не знаю, ставим себе какую-то цель, допустим, я хочу стать успешным к 30 годам. И вы понимаете, что, ну, допустим, к 30 годам, ну, в конкретном случае невозможно, не то, что вот в общем, да, что невозможно. Ну, там обстоятельства так сложились. И вы это чувствуете, то есть здесь нет такого, что у вас нету рационального понимания, есть это рациональное понимание, но человек себя таким образом наказывает, что вот не получилось, конечно, не получилось, потому что я недостоин, потому что я такой. Вот это вот самопричевание здесь, оно проскальзывает, то есть наказание себя за что-то. Здесь проблемы с друзьями будут тоже возникать, именно в коммуникации недопонимание, да, то есть люди вот как будто бы не будут понимать ваш склад ума, им будет это сделать достаточно сложно. И здесь может быть очень много критики, очень много каких-то, не знаю, слухов, слов за вашей спиной, подставы какие-то. То есть такие, знаете, неприятные моменты человеческого поведения, да, которые вот обесценивают все самое чистое и прекрасное в этом мире. Ну, конечно же, конфликтность и очень много боли, да, вот очень много боли. Причем, знаете, если это не только ваша боль, это может быть боль другого человека, который наносит вам удар. Не с целью того, чтобы вам навредить, как напрямую, а с целью того, что вот ему больно, и кому-то другому должно быть больно, да. То есть невозможно, чтобы одному человеку было больно, а другой как-то радовался, был счастливым. То есть не стремление стать таким же счастливым, как кто-то другой, а именно стремление опустить этого человека, чтобы ему так же было больно, как и мне. То есть вот какие-то такие сценарии, либо это с вашей стороны, либо это по отношению к вам, вот с таким вот вы будете сталкиваться. Это тоже, кстати, ну вот проблемы, задачи для проработки вот тех сценариев, которые я говорила. Скорее всего, вот этот сценарий, он у вас уже был предатель, подстав, именно с друзьями, да, вот в прошлых воплощениях. Ну и аркан суда. Аркан суда говорит о том, что вот именно главная задача это то, что вы пришли в этом воплощении завершать, завершать какие-то свои кармические уроки. То есть завершить не в контексте того, что, потому что, как это, как некий шанс, да, что-то сделать. А в контексте того, чтобы здесь, скорее всего, уроки, которые идут из воплощения в воплощение. Ну, например, в одном воплощении вы кого-то предали, да, потом переродились через несколько воплощений, этот человек вас предал, да. И вот так идет до бесконечности, либо вы, либо он. И вот эта вот развязка с этой душой, с этим человеком, она никак не происходит. И кто-то должен вот как-то быть более осознанным, чтобы поставить точку на этом, да, чтобы принять, чтобы не вот как-то в отместку, да, хочется сказать, не совершать. Вот здесь вот в таком контексте идет завершение и развязка уроков. И, возможно, помимо того, что идет развязка с какими-то людьми, здесь еще дается возможность, да, как будто бы очиститься. Но вот это вот, скорее всего, относится к той категории людей, которые, я говорила, где-то процентов 30, осознанности, которые стремятся к тому, чтобы начать управлять своей жизнью. То есть здесь дается этот шанс. То есть аркан суда говорит о том, что здесь душа сможет получить такой опыт после того, как пройдет очень глубокую переоценку своей, переоценку ценностей. То есть придет вот именно такое осознание через глубокие какие-то опыты, которые вы будете проживать в своей жизни. То есть такое ощущение, что человек придет к некой такой мудрости, да, понимания именно законов и того, как устроен этот мир. И вот что-то в его сознании изменится. Причем эти изменения, они будут такие достаточно глубокие. То есть аркан суда, он говорит о завершении больших циклов, больших процессов в нашей жизни. Он говорит о переосмыслении. То есть после суда, который выпадает, да, здесь аркан суда, человек уже никогда не станет таким, каким он был ранее. То есть здесь перемены уже налицо идут. Плюс ко всему проблемы, связанные с семьей. Вот здесь вот проблемы, связанные с семьей, либо проблемы вот как-то из прошлого. Я говорю здесь для многих какие-то повторные сценарии прошлых воплощений. То есть это может быть, не знаю, насколько кому-то это удается, увидеть свои прошлые воплощения. Но есть какие-то определенные уроки, которые мы не проходим. И кажется, что вот декорация меняется, а сама суть, она урока, она остается таким же. То есть здесь, сейчас я попробую это вам как-то сказать. Ну вот негативный такой сценарий я скажу, что, допустим, в одном воплощении, да, девушка там, я не знаю, была несчастная, и у нее был договорной брак. Ну то есть родители ее отдали там, не знаю, в 16-15 каком-нибудь веке, да, замуж за человека старше ее намного, да, но при этом из хорошей такой семьи, вот, финансовой. И ее задача была только рожать. Все, я с ней не считались, на нее не обращали внимания. И получается, что есть еще несколько воплощений, где этот сценарий вот такой несчастной любви, он повторяется, да. Например, в каком-нибудь другом воплощении девушка полюбила парня, но у них жизнь не сложилась, да. И вот он уехал там, либо женился на другой, и вот она всю жизнь осталась одна. То есть, опять-таки, повтор несчастливой жизни. И в этом воплощении, допустим, приходите вы, и получается, что встречаете одного человека, да, ну вот не складываются отношения, да, то ли он женатый, то ли там еще что-то. И вот нету вот этой вот парадигмы счастливой семьи, да, когда люди встречаются по любви, по любви и женятся. Потому что, возможно, еще и в прошлом воплощении было так, что вот одного человека любили, но он женился вот там на другой, да, допустим, либо не мог жениться на вас, создать семью. И опять же-таки вот это вот разбитое сердце. То есть, по сути, получается, из воплощения в воплощение декорация меняется, а суть рука вот именно несчастной, вот этой невзаимной несчастной, в контексте невзаимной любви и неудовлетворения от этого, она остается. И получается, что вот в этом воплощении, возможно, дается шанс на то, чтобы исправить вот эти вот повторные уроки, да, то есть либо встретить этого человека, да, с которым сможете создать семью и быть счастливы, либо осознать и сделать переоценку. То есть много-много как-то вот в этом воплощении много-много встреч с людьми, с которыми как-то вот не получается создать семью. В конечном итоге вы понимаете, что в чем ваша ошибка, да, то есть что что вам нужно будет изменить в себе откорректировать для того чтобы все-таки создать счастливые отношения то есть шанс на это дается вот я к чему хочу сказать да то есть только он дается через осознание через угол глубокие такие понимания возможно кого-то здесь будут там я не знаю проблемы с деторождением либо с детьми да и это тоже урок как раз таки вот движение до двигаться вперед то что мы говорили невзирая ни на что двигаться вперед умеет доверять умеет делегировать уметь погружаться в себя прорабатывать страхи то есть не бояться возможно там есть на долгое время не могли зачать ребенка и уже как-то разочаровались вот она вам колесо фортуны который говорит надо легко идти по жизни ну то есть если суждено она будет да но когда твои желание становится вы становитесь одержимыми да то есть там я не знаю там куча этих эко и вот все она неуспешно и естественно и вот желание чем больше человек не получает то что он хочет да тем больше он этого хочет он уже забыл вообще суть того для чего ему это нужно было но вот это вот одержимость да вот я не говорю о том что там плохо когда женщина хочет ребенка ни в коем случае я не осуждаю я хочу показать суть суть мышления да вот это вот когда она становится поглощает нас да то есть вот это вот эта тень это тень которая поглощает и говорит вот тебе это надо этот прям твою и человек теряет себя он теряет свою природу и у него единственное что в голове это вот вот я хочу иметь ребенка я хочу и вот он для этого все делает он забывает там и других людях он забывает о себе и все такое то есть вот здесь такие проблемы краски показатель того что не то что идет наказание того что не дается ребенок а идет как раз таки вот это вот понимание осознание что происходит некая такая зависимость вот одержимость вот осознай вот это пойми вот это и тебе будет дан то есть пример например когда родители много лет пробует не получается потом принимает решение усыновить либо дочери чужого ребенка и в этот момент сразу появляется беременность и женщина рожает потом своего ребенка да то есть показатель того что ну вот переключи вот это вот внимание да то есть здесь какие-то такие уроки по аркану суда всевозможные всевозможные возвраты из прошлого да тоже могут быть то есть люди уходят потом снова возвращаются даже те кто которые вас когда-либо придавали друзья могут исчезать на какой-то период потом снова возвращаетесь вот эти вот возвраты из прошлого отголоски да они здесь могут быть вот то есть через них идут уроки так следующий вопрос а сценарий который вы писали в утробе матери это очень важный тоже вопрос то есть травмы полученные в этот период внутриутробный до при натальной указывают в каком аспекте жизни проявится важный вопрос души то есть вот здесь сейчас это продиагностировать наверное надо будет индивидуально они в общем раскладе ну как идея да мы это все-таки рассмотрим то есть какие сценарии вы писали внутриутробный период матери да какие сценарии давайте я посмотрю сценарии сначала в период зачатия но вы смотрите здесь сценарий по верховной жрицы да то есть когда было ваше например зачатие она говорит о том что сценарии связаны с верховной жрицы говорит о тайне да то есть вопрос того что либо вас скрывали либо эта беременность была там я не знаю у родителей как которые там не знаешь женщина самостоятельно как-то воспитывала до родила потом и воспитывала этого ребенка либо ей надо было какой-то период скрывать свою беременность да ну то есть это важно было для чего-то либо наоборот здесь когда женщина каким-то хитрым путем там есть на забеременела и потом вот именно через какой-то период там рассказала о беременности чтобы вот как-то привязать мужчину да то есть здесь какие-то моменты не совсем ясные понятные то есть здесь момент либо здесь может быть момент самого зачатия да он является не совсем понятны то есть при каких условиях да вот кажется какой-то я не знаю чудо да произошло ну там есть на занимались например с сексом с противозачаточными да какими-то пользовались способами и они не сработали да то есть но по идее должны были да там порвался например и произошло какое-то там забеременела либо я не знаю стояли стояла спирали и помимо этого произошло 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 зачатие да то есть здесь вопрос зачатие вот но здесь уже какая-то изначально уже идет по верховной жрицы какая-то травма именно самого зачатие было травма повешенной то есть здесь возможно было такое знаете что я должен знать именно моменты дожествования что вот я кому-то должен я обязана обязан вот это вот чувство что как бы так сказать здесь зачатие она была не совсем хочется сказать по любви что ли ну какой-то скрытное и а отсюда появляется повешенный вот именно вами зачатие которые уже ставят вот эту вот программу того что я должен чем-то жертвовать то есть я должен быть кому-то обязан то есть из-за того что вот меня допустим а родила мать на вот ты уже с момента рождения обязан там не знаю ухаживать смотреть помогает наблюдать то есть вот вот это вот чувство а обязанности и даже с вами она уже присутствует вот именно потому как произошло с произошел сам процесс зачатия либо как-то вот каким-то мистическим путем до либо был проведен какой-то ритуал и вот это вот породила вот это вот чувство по повешенному да может быть там я не знаю камень замороженная беременность была предыдущая и вот сразу допустим мать забеременела вами и вот такое ощущение что вы как будто бы должны не знаю прожить жизни за себя из-за того не рожденного ребенка вот что-то такое то есть аркан повешенной говорит о жертвенности говорит о каком-то моменте знаете не не развития может быть как-то беременность не развивалась в самом-самом именно зачатки да как то вот как должно было быть то есть вот и и это повлияло на то что в данный момент да есть вот это вот чувство несостоятельности до у человека что вот и чем-то должен жертвовать и чем-то должен жертвовать так хорошо сама беременность когда протекала какие сценарии внутри вы писали дверка два аркана вышло да один аркан говорит о 10 восьмерка мечей другая другая кон девятка кубков то есть сама беременность возможно первая половина проистекала достаточно сложно до были какие-то вот преграды трудности сложности до череда каких-то неудач мне идет вот какие-то слезы да то есть мама очень плакала здесь не переживание здесь и мысли какие-то не не очень хорошие может быть как 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 получится смогу ли я выжить или нет не знаю может не в контексте смерти в контексте ну все ли будет хватать вот какие такие моменты вторая половина больше да она уже вот как-то человек который смирился да и своей беременностью и уже вот как-то вторая половина больше приносила удовольствие поэтому в этот момент а у нас здесь как раз и выпадала пятерка мечей вот эти вот предательства трудности сложности обиды конфликты ревность тревога и все так вот это как раз таки является следствием вот периода беременности вот той части беременности когда у матери были не совсем приятные какие-то мысли мы сейчас не будем разбираться с чем они связаны но здесь вот как какие-то мысли не знаю себя человек ощущал себя связанным по рукам по ногам не знаю может быть беременность была такая но не совсем легкая и человек вынужден был как-то лишить себя привычной обыденной жизни там куда-то сходить не знаю если допустим это по молодости да и девушка привыкла там по всем вечеринкам а тут значит вот беременность ее как-то ограничивала вот и она вынуждена была там не знаю первые четыре-пять месяцев быть дома и ограничить себя вот во всех этих весельях праздника и вечеринках то есть ну вот как вариант здесь я не знаю но восьмерка мечей говорит о безысходности о невозможности да вот и вот ступор был какой-то такой периода и знаете вот это вот с мыслями матери караски связано в этот момент вы как раз таки писали то тот сценарий своей жизни как вы будете реагировать когда вы будете сталкиваться с трудностями и сложностями то есть вот в этот период мы писали сценарий того что со сложностями но трудно трудно придется и помните я говорил о том что здесь страхи когда мы сталкиваемся с чем-то но когда нам надо дальше двигаться вот это вот в этот период зарождался этот момент что я не могу я не способна я не вижу выход из ситуации то есть вот какая-то некая такая блокировка либо связывающие какие-то нас обстоятельства остальная часть где-то мне кажется больше после пятого месяца беременности да здесь идет девятка кубков здесь уже все-таки наслаждение удовольствие здесь мы писали сценарии жизни того как не знаю как будет на ли скорее всего вот вторая часть вашей жизни уже сейчас да как она будет происходить что в первая часть жизни она какая-то достаточно сложная для вас до скорее всего уроки обучения а вот вторая часть жизни условно говоря после 50 условно почему но если мы возьмем 100 лет вот то она будет уже вот больше такая расслабленная в удовольствие то есть потому что мама при беременности она была вот именно более таком расслабленном состоянии и поэтому здесь сценарий того что вторая часть жизни она будет более более приятный блок более склонной к нам и посмотрим теперь непосредственно сам момент рождения сам момент рождения аркан силы здесь у нас выпадает смотрите здесь может быть либо либо кесарево какое-то вмешательство до либо если ну то есть какое-то вот вмешательство идет либо если это самостоятельные роды то вот как-то пришлось прикладывать много много сил то есть либо времени много на это ушло вот и сам процессы родов вот как происходили роды они как раз кипове повлияют на то как вы можете справляться с трудностями и сложностями в своей жизни здесь аркан силы опять же дает подсказку на то что нужен позитив то что мы говорили в самом начале по колесо фортуны то есть когда используя конечно же силу духа но не насильственно до в контексте дисциплины а именно в контексте позитива в веры в самое лучшее и направляя туда энергии потому что аркан силы это очень энергетический аркан поэтому аркану проходит у нас люди доноры энергетические то есть они позитивно у них всегда есть сила и здесь рождаются одну либо богатыри и такие да вот прям не знаю четыре с лишним килограмма либо люди по сути своей должны быть здоровыми по аркану сила потому что это аркан здоровье но сама сила здесь вот мне показывает что были приложены какие-то усилия я не знаю либо от матери либо от врача либо сам ребенок но я не знаю может быть головка была большая и вот как-то не входило то есть нужно было прикладывать усилия и вот здесь этот аркан он как раз и говорит о том что для того чтобы получить что-то в своей жизни да мне нужно будет прикладывать очень много усилий то есть просто так хочется сказать без труда нету рыбки вот это вот убеждение она как раз таки родилось именно непосредственно сам сам момент рождения ну то здесь мы можем разбирать и выкладывать дополнительные карты много да то есть моя задача не стоит сделать диагностику стоит задача показать что можно здесь увидеть то есть какие моменты если кому интересно потом можно прийти ну индивидуальный расклад сделать а там уже более будет глубоко потому что все таки это общий расклад но на подумать я всегда говорю общий расклад они на подумать на задуматься вот особенно если мы хотим иметь детей и вот предстоит у вас беременность вот подумайте насколько это важно для вашего будущего ребенка весь период беременности и сам процесс рождения то есть каким образом он рождается там естественные роды есть либо искусственные там дома в больнице то есть это действительно серьезный подход так дальше какую модель жизни вы выбрали в период рождения то есть на основе этой модели вы проживаете свою жизнь вот как когда вы рождались то что мы говорили да по аркану силы когда вы рождались какую модель вот именно в момент рождения вы выбрали для себя какой модели рождения король сосудов король сосудов говорит о том что здесь вот краски силой до пересекается говорит о том что ваша модель, она связана как раз и с прямолинейностью. То есть, открыто, четко говорить, что хочу, как хочу. Причем, знаете, вот эта вот прямолинейность и еще немножко напористости. Да, поэтому я и говорила о том, что здесь и роды могут быть как-то вот, я не знаю, напористый какой-то вот ребенок почему-то. Либо это мальчик, либо это девочка с таким мальчишечным характером, которая вот так хочу. Знаете, прям вот человек, который настойчивый, знает, понимает, что он хочет и будет целенаправленно идти к своей цели. Также по королю сосудов это люди, у которых хорошо развита интуиция. То есть, да, они с одной стороны такие позитивные, огненные, в некоторой степени немножечко торопышки хочу быстро, но с другой стороны человек, который прислушивается к своей интуиции, у него хорошо здесь развита интуиция. То есть, здесь человек, который будет полагаться на свою интуицию и прислушиваться к ней. Так, я еще хочу вытащить. Какую модель? Модель. Модель пятерка пендакли. Вот пятерка пендакли здесь будет проигрываться как раз с моментом зачатия, когда у нас выпадал аркан повешенного. Пятерка пендакли здесь говорит о каких-то кризисных моментах, да, когда знаете, люди идя по жизни и встречаясь с какими-то трудностями, они как-то вот осознанно не не видят решения. То есть, пятерка пендакли, если вы помните, да, как изображен этот аркан, там, значит, женщина, либо старший человек, да, идет впереди, голову опустила, за ним идет человек, ну, нуждающийся. Либо инвалид, но идет за ним. То есть, они оба проходят мимо церкви и не видят выхода. То есть, можно зайти, да, в это помещение, согреться, попросить помощи, но они этого не делают, потому что они смотрят себе под ноги, и они проходят мимо решения каких-то задач. Это их выбор, да, условно. То есть, здесь вы как будто бы изначально себе поставили, что я хочу, чтобы мой путь был трудный, сложный, чтобы его нужно было преодолевать. То есть, вот модель такая, знаете, человека, который преодолевает. Причем, можно жить проще, можно жить легче, а вы вот все время выбираете какие-то сложные пути, да, вот эти вот кризисные, потому что, возможно, что-то нужно в себе преодолеть. Помните, я говорила про шестерку жезлов, да, про самооценку. По аркану повешенного здесь тоже жертвенность, тоже заниженная. Самооценка, лишение себя, ограничение. Либо по шестерке жезлов, когда человек самоутверждается за других, либо ему необходима вот эта вот поддержка, подтверждение, что он хороший. То есть, здесь вопрос уверенности, что он сможет, что у него получится. Вот этот путь вы выбрали, вот именно в момент рождения. Почему? Потому что у меня такое чувство, что вот по королю сосудов вам дано было иметь вот этот вот потенциал большой энергетический. То есть, много энергии, много силы. И ее надо как-то реализовать. И простой путь – это малые затраты энергии, легкий путь. А сложный путь – это большие затраты. И вот ее надо как-то, ну, словно говоря, выплескнуть. И поэтому вы выбираете для себя сложные пути, кризисные пути. Вы выбираете для себя людей, с которыми либо вам приходится чувствовать себя жертвой обстоятельств, да, и предатель, сложности каких-то. Либо вы вкладываетесь в других людей, как-то спасаете. Но вот это вот бесконечное ощущение дефицита, да, что мне чего-то не хватает для того, чтобы я был счастливым. Почему? Потому что есть необходимость в движении. Мы говорили, шестерка мячей, все время нужно двигаться вперед. Вот здесь нельзя останавливаться. И вот это внутреннее желание того, что я смогу, я преодолею, у меня получится где-то на бессознательном, да, вот этот сценарий, он всегда реализовывается через то, что вы создаете для себя сложности. Выбирая не тех людей, выбирая, возможно, у нас там кольцо фортуны выходило, да, и пятерка педаклей финансы. То есть сложный путь достижения денег. Изначально вы родились везунчиком, да, я говорила по кольцо фортуны, то есть по сути вам деньги могут приходить вот прям из воздуха, если вы в это верите. Но ваша задача преодолевать трудности, да, поэтому, ну, из воздуха мне это не интересно. Мне, значит, надо придумать, создать какой-то такой сценарий, где мне самому будет сложно зарабатывать деньги. Мы в это поверили. Почему? Потому что, когда я легко зарабатываю, то есть по сути я генерирую свое колесо фортуны, да, но нам же надо уроки пройти. А так я прохожу урок, а какой, когда мне сложно зарабатывать, мне, значит, надо совершать какой-то первый шаг, искать новые какие-то источники. А новый шаг, новые источники, это вот тройка сосудов, да, это страхи, с которыми мы сталкиваемся, встречая что-то новое, да, то есть с новизной. И поэтому новый заработок, новый источник, новые люди, это все будет вызывать страх, кризис. Это надо преодолевать. Через это у нас прорабатывается наша самооценка и вера в себя. Есть вера в себя, в дальнейшем мы прорабатываем доверие миру, да, себе и миру. И тогда мы сможем идти в шестерку мечей, чтобы в дальнейшем прийти к удаче, к фортуне, по колесу фортуны, что у нас выходило в самом начале. То есть видите, да, какая завязка. Так, идем дальше. И на основе этой модели вы проживаете всю жизнь. Значит, ваши потребности на данные воплощения, то есть все, что вам понадобится для этих уроков, там, не знаю, страхи, потребности, вот все, что вам необходимо будет для того, чтобы проходить эти уроки. Что вам будет необходимо? Вот, вам будет необходимо потребности научиться, научиться считывать знаки, иметь наставника, человека авторитетного, для вас авторитетного, потому что с вашим характером для вас мало кто может быть авторитетом. Человека авторитетного для вас, тот, кто может стать для вас именно каким-то духовным наставником, то есть человеком, который не будет вас учить зарабатывать деньги, а будет вас учить, там, я не знаю, законы мироздания, понимания мироустройства и так далее. Либо подсказки могут быть здесь в зависимости от веры вашей, да, религиозного направления, там, ангелы, либо кто что верит в соответствии с небесами, либо умение считывать, то есть на вашем пути будут даны подсказки, которые вам будут необходимы для того, чтобы вы проходили все эти уроки. То есть здесь сразу такое хочется сказать, ну, благая какая-то такая помощь, остается только научиться. Научиться замечать эти подсказки, научиться замечать, кто является для вас учителем, наставником. Если это не учителя по жизни, то это, возможно, будут люди. И вот вам нужно будет научиться понять, этот человек, который мне дан, он действительно предатель, хочется сказать в кавычках сволочь, либо он является для меня учителем, он что-то меня, чему-то меня обучает. Вот это вот, это достаточно сложно. Хорошо, если еще какие-то ваши потребности, что вам понадобится, да, необходимо будет для уроков. Ваша потребность. Ваша потребность по двойке сосудов здесь говорит о том, что вам все время придется погружаться внутрь себя. Вот этот вот бесконечный поиск, внутрь себя вы будете часто обращаться к себе для того, чтобы найти ответы на вопросы. Внутренний поиск. То есть ваша жизнь, она не внешне направленная, скорее всего, а внутренне направленная через преодоление. Вот через те сценарии, которые вы проходите, вы их через нутро свое сможете решать. Не через внешние, да, вот с кем-то поссорились, я пойду с ними разбираться. Нет, а именно через внутренний поиск ответов на свои собственные вопросы. Вам все время внутри себя нужно будет идти в новое. Все время искать новые ответы, новые подходы. И это будет очень сложно. Но это вот помощь, да, то есть ответы, то, что мы говорим, ответы внутри вас, ну, это понятно, это вот звучит это банально, до тех пор, пока это не становится твоим личным опытом. Вот когда ты, хочется сказать, на своей шкуре поймешь, что вот ответы внутри тебя, потому что ты их однажды услышал, они тебе действительно помогли. Ты увидел эту подсказку, там, я не знаю, во сне, и это действительно такое случилось, у тебя случился весь часон, и тогда ты начинаешь это ценить, тогда ты начинаешь на это обращать внимание. Вот в чем фишка. До этого момента это просто слова, умные слова, психологов, торологов и так далее. Но когда это становится твоим личным опытом, это имеет значимость для тебя. Ну, еще один аркан. Вытащим, посмотрим, да, что вам понадобится для уроков жизни. Ну, конечно же, рыцарь жезлов, который говорит о том, что вам понадобится, кроме позитива, да, здесь позитивное мышление для вас, это вот ваше все, да, как очень наше для вас, это позитивное мышление. Все время думать о хорошем, все время думать о том, что вы хотите в позитивном ключе. То есть здесь вот колесо фортуны, это такое, знаете, некий такой флюгер, такая зараза, да, то есть ветер может быть попутным, а может быть и против вас. Вот, и это вот зависит как раз-таки от вашего позитива. То есть если кому-то может казаться, что ну ладно, это хорошо, я, ну типа я и так понимаю, да, что позитивное мышление это хорошо. Вот в вашем случае, это ваш спасательный круг. Потому что как только вы начинаете думать что-то в негативном ключе, элементарно смотрите на небо, а, кажется, дождь начинается. И смотришь, блин, через полчаса тучи их не было. Но вы подумали, они появились в вашей реальности. То есть вот настолько для вас это имеет значение. Ирица Жезлов здесь говорит о движении, да, то есть помимо позитива движение. Вот для вас это самое необходимое движение, не останавливаться. Здесь много карт, которые указывают на движение. Если это указание присутствует, я могу вам 100% сказать, что вы будете относиться к той категории людей, к которой будет лень. Лень двигаться, лень что-то изучать, если это неинтересно. Если это интересно, да, вы включены. А если это вот в контексте урока, да, что-то нужно там, ну, элементарно, вы понимаете, что для здоровья надо заниматься спортом. Вот вам будет лень ходить пешком, вы будете брать транспорт, я не знаю, машину, там, лень, куда-то что-то, вот эта вот лень, да, это будет ваша ключевая тень, потому что здесь, как помощник, идет движение, движение, активность, стремление вперед, да, вот эта вот яркость, наполненность жизни. И ясное дело, когда у нас появляются вот эти подсказки, у нас сразу появляется теневая сторона, теневая сторона, которая говорит, нам это не надо, не надо нам это изучать, и мы туда не пойдем, да, то есть, как интересно, боже, как интересно все в жизни устроено. Так, если вы не устали от меня, это моего расклада, мы идем дальше. Какие модели души вы создавали в детстве? Давайте посмотрим, да, какая модель у вас было поведение в детстве. Это очень важно, почему? Потому что, я вытащу эту карту, потому что, многие из нас выросли, а в сознании, не то, что мы остались с детьми, модели мы используем, те, которые использовали в детстве. И это очень важно, мы это не осознаем. Какие модели вы использовали? Девятка пендаклей, ну это хорошо, да, модель самодостаточного такого человека. Кстати, это модель того, что я все сама, мне никто не нужен, да, теневая, тень девятки пендаклей, человек интроверт, закрыт, оставьте меня в покое, я наслаждаюсь своей жизнью, мне никто не нужен, да. Здесь, конечно же, проблема и боль идет, ребенка, что недостаток внимания, из-за недостатка внимания мы страдаем, и поэтому мы создаем вот эту вот модель, что я все сама, я самостоятельна, мне никто не нужен, у меня все, все в достатке. Это детская модель. Теперь смотрим, как она во взрослой жизни может проявляться. Она может проявляться так, что непринятием финансов, да, у нас ключевой вопрос финансы, материя. Вам кто-то что-то дарит, вы, не, не, не надо, да, ну типа, я и так зарабатываю достаточно, мне дорогих подарков не надо, сложно принять, допустим, там от мужчины, либо от кого-то другой подарки, я сама заработаю, да, то есть я, вот здесь вот гордость, гордость, но гордость, она, она переходит, как-то, знаете, из самодостаточности в какой-то вот негативно-теневой аспект, то есть не то, что я полагаюсь исключительно на себя, и окей, то есть, ну, мне в кайф и подарки получать, и самой дарить, и самой себе подарить в том числе, а здесь нет, здесь такая, знаете, вот неприступная стена, что, а ко мне подъехать, знаете, это как, особенно, когда мужчины становятся слабее в некоторых моментах, да, и вот он видит красивую женщину, и вот он думает, ну что я ей могу предложить, предложите ей содержание, она зарабатывает больше меня, да, предложите ей какие-то дорогие подарки, да, блин, она пошла себе машину там купила, самой дорогой, да, предложите ей куда-то отдохнуть, а она работает на удаленке, где-нибудь за границей, куда я ее в деревню, что ли, отвезу, то есть, понимаете, да, это вот такие вот моменты людей, но при этом, это тот момент, та картинка, которая создается, да, то есть, вот эта вот маска возрастной жизни, которая создается, что мне ничего не нужно ни от кого, но в душе есть одиночество, то есть, недостаток, это чувство внимания, недостаток этого внимания, и поэтому, ошибка мужчин такие, которые думают, ну что я ей могу дать, можете дать намного больше, если меня слушают мужчины, да, можете дать внимание, вы можете дать заботу и любовь, то есть, это не обязательно что-то такое материальное, это может быть чисто человеческое, да, как-то выслушать человека, поддержать, вдохновить, вот это вот важно, вот это вот ваша детская модель, я сама, я все сама, поэтому, и сейчас у многих она есть, хорошо, смотрим дальше, я не буду вытаскивать, потому что, ну, чтобы не было слишком большим раскладом, сколько я там говорю, не знаю, 47 минут, что ли, так, какие установки вы создавали в молодости, это, скажем так, подростковый, до где-то, до 22, до 23 лет, какие установки, пятерка жезлов, пятерка жезлов, здесь говорит о конкуренции, о соревновательных каких-то моментах, это тот период был, когда вы сами себе доказывали, на что вы способны, это тот период, когда мы бросаем вызов себе, и берем себя на слабо, вот, сейчас, если у вас у кого-то остался этот сценарий, как он может выражаться, когда вас, например, не знаю, говорят, давай пойдем, ну, куда-то, не знаю, на какую-нибудь вечеринку, вы понимаете, что, ну, не очень-то и хочется, и компания там неподходящая для меня, и вот человек берет вас на слабой, говорит, а что тебе слабо, что ли, ну, что ты боишься, типа, да, ну, то есть бросает какие-то вызовы, и вы ведетесь на эти вызовы, вот это вот модель оттуда, либо, когда вам предлагают какие-то споры, давай поспорим, да, вот что-то доказать, в позитивном ключе, это может быть соревновательный момент, да, когда присутствует некая такая конкуренция, конкуренция с кем-то, вот, и вы негласно конкурируете в позитивном ключе, да, то есть через улучшение себя, то есть вот смотрите на кого-то, этот человек смог, и я так хочу, и глядя на него, да, вы в лучшую сторону стараетесь что-то сделать, там, я не знаю, хотели научиться водить машину, и, ну, не получается, и смотрите вокруг себя, есть женщины, вы говорите, ну, окей, если они водят, что же я хуже, да, как мы любим говорить, что же я хуже, нет, если они умеют, и я научусь, и вот это вот является для вас стимулом, подсёгивает, и является мотивацией для того, чтобы вы это сделали, то есть такой момент тоже может быть. Плюс ко всему, момент мозгового штурма, когда мы решаем какие-то задачи, сообща, причём разные люди, да, то есть это модель, когда вам нужно что-то решить, возможно, вы прислушиваетесь мнению других людей, то есть что вы делаете, вы делаете такую срез, такой некий выборку статистическую мнение других людей, да, пойдёте у мамы спросить, потом у папы, потом у подруги, потом там, я не знаю, у какой-нибудь коллеги, а потом вот делаете общую какую-то такую выборку, и понимаете, да, вот что для вас лучше, да, как принять решение, либо, как мы говорим, да, пойду к одному торологу, послушаю, ну, на ютюбе много торологов, вот это, вот это, вот это, а потом я делаю выбор, вот здесь такая модель тоже может быть, то есть она может быть как в негативе, да, то есть негативном ключе конкуренция, то есть я делаю что-то не для себя, а для того, чтобы кому-то что-то доказать, в том числе и себе, я хочу доказать что-то, да, то есть вот это в негативном ключе, и может быть позитивным, либо там вызовы какие-то бросаете, Либо может быть в позитивном ключе тот же самый вызов, когда я бросаю себе вызов и говорю, что мне слабо, что ли, создать из своего пластичного тела то красивое, которое я хочу. И вот вы начинаете что-то делать в этом направлении. То есть здесь такая. Вот. Смотрим дальше. Какие установки вы создаете сейчас? Здесь написано в зрелом возрасте. Мы сейчас все, все, кто меня смотрит, примерно, это зрелый возраст. Так, неважно сколько там, от и до, да, это вот зрелый возраст. Какие сейчас вы создаете себе установки, сценарии, двойкопедакли? Сейчас вы создаете себе установки. С одной стороны, как сделать так, чтобы находиться в балансе? Это один момент, да. Как-то вот что-то уравновесить в себе, сгармонизировать, сбалансировать. Есть также установка по поводу того, что я не хочу решать какие-то свои текущие задачи, да. Я их как-то вот завуалированно закрываю, прикрываю какой-то своей суетой. То есть есть какая-то главная задача, которую нужно решить, либо какая-то мысль, не знаю, которая вот крутится в вашей голове. И из-за того, что, помним, да, у нас сценарий изначально были страхи, из-за того, что мне страшно пойти в это новое, что-то там сделать вот в дальнейшем движении. То есть это направлено на какое-то будущее. Человек, который боится последствий своего собственного выбора. И он как можно дальше отодвигает решение задачи. Просто потому, что он изначально боится последствий. Как ему быть? И поэтому он переключается на какую-то суету. Какие-то дела не совсем важные, не срочные, не значимые. Вот чтобы как-то вот завуалированно отложить принятие решения. Вот здесь как будто бы сценарий, который связан с выбором. И вот еще одна двойка, двойка кубков, да. То есть смотрите, для какой-то категории людей выбирают сценарий, как сгармонизировать материальное и духовное. Либо там внутреннее я, и там низшее я, высшее я. Либо как прийти к гармонии и балансу внутри себя, да. То есть кто-то вот так вот философски, условно говоря, мыслит. А у кого-то здесь действительно стоит вопрос по поводу того, как создать либо какие-то отношения гармоничные с человеком, либо найти этого человека, да. Но здесь вопрос выбора, то есть что мне нужно сделать, как мне выбрать. Либо выбираем одно из двух, либо наоборот вот эту вот дуальность надо как-то сгармонизировать. Если мы говорим про отношения, то здесь уже человек, который уже четко осознает, каких отношений он хочет, да. То есть он хочет взаимности. И это главное ключевое. Не важно, это будут партнерские отношения, но взаимность важна. Обоюдность, взаимность. Если это дружба, тоже взаимность. Если это любовь, личные отношения, то это тоже взаимность. То есть здесь человек ищет, да. Отсюда у нас идет и выбор, возможно. Ищет человека по душе, с которым будет присутствовать взаимность, уважение и любовь. То есть это вот главные такие моменты. И поэтому сейчас вы делаете, создаете сценарий, когда учитесь выбирать любовь, когда учитесь выбирать гармонию, баланс. Еще какие установки вы создаете сейчас? Ну вот Аркан Мир как раз говорит о том, что большинство из вас находится в зрелом возрасте сейчас подтверждение. Почему? Потому что Аркан Мира говорит как раз таки установки. Установки по поединению. Вот для вас сейчас важно, да, объединить что-то, внутри себя объединить. Это также выход на более высокий уровень нашего сознания. Понимание единства всего со всем. Также здесь может быть, не знаю, может быть путешествия какие-то, да. То есть как-то неожиданно появилось желание. Хочу посетить места, которые, допустим, ранее не было такой возможности куда-то вот поехать. И опять же таки Аркан Мира это говорит о завершении чего-то и начале чего-то нового. То есть сейчас, скорее всего, вот вы идете в новое, но уже это делаете осознанно. Это вот как шестерка мечки, что у нас выпадало в самом начале. И Аркан Суда. То есть здесь идет осознанное завершение своих сценарий. То есть сейчас то, что вы создаете, это уже идет на уровне осознанности. То есть вы уже понимаете, почему я, то есть причинно-следственную связь. И выстраиваете ее уже на уровне своего опыта. То есть вы уже понимаете, почему вы делаете то или другое. Либо вы осознаете последствия своего выбора. Именно поэтому, возможно, для вас, то, что я говорила по двойке педакли, сложно сделать выбор. Потому что человек либо боится последствий, либо он их осознает, и поэтому не хочет ошибиться. То есть вот колеблется. Так, ну и смотрим последний вопрос. Какие сценарии у вас появятся ближе к финалу вашей жизни? Туда, подальше. Ближе к финалу нашей жизни. Какие сценарии у вас появятся? Ну, сценарий, сценарий мага. Сценарий мага. Мага и волшебника. Сценарий человека, который уже, знаете, наполнен мудростью и четко понимает того, что я хочу. Здесь сценарий передачи какой-то информации. Здесь будет уже сценарий учительства проходить. Здесь сценарий учительства, переходы, да. Выпал туз сосудов. Туз сосудов в данной колоде в пятой масти. Он здесь говорит как раз-таки о единении высшего и низшего я. То есть здесь объединение. Это святой дух. Святой дух, то, к чему мы... Ну, просветление, если говорить еще другими словами. То есть сценарии, которые будут наполнены, знаете, скорее всего, обращены с одной стороны на передачу какой-то информации, если это для людей. А если это для себя, то здесь, скорее всего, сценарии, направленные на переход. То есть как я могу... Вот как-то больше понимание, осознание жизни глобальное, масштабное, да. Не в контексте вашего воплощения, а в контексте души, перерождения. И понимание, скорее всего, как я могу подготовить свою жизнь к перерождению. То есть что я могу сделать? Потому что все-таки просветление говорит про духовность, про высокие уровни. То есть здесь человек к этому будет стремиться, да. Возможно, читать больше информацию о тонких планах. Вот либо... Что-то здесь идет, связанное со светом, не знаю. Может быть, что-то практиковать будете. Практики, связанные с душой, с состоянием души, с видоизмененными состояниями, но уже не в контексте, знаете, исследовательского процесса. То есть мне интересно, как делать астральные путешествия, либо еще что-то. А уже, знаете, как подготовка такая, когда... Почему подготовка? Не знаю. Подготовка к следующему воплощению. То есть как бы я... У нас был же этап периода осознавания причинно-следственных связей, да. То есть уже исходя из того, какой вы жизненный путь прошли в этом воплощении, вы уже как будто бы себя подготавливаете к следующему воплощению. То есть а что бы я хотела, чтобы было в следующем воплощении. Исходя из этого, то есть, допустим, там, я не знаю, хочу, хочу, что же я там хочу быть, не знаю, каким-нибудь наставником, учителем. И я уже сейчас начинаю с этим работать. То есть нарабатываю какие-то навыки в передаче информации, да, в учительстве. Либо там хочу в следующей жизни заниматься больше искусством музыкой, да. И поэтому сейчас начинаю изучать и все свое время посвящаю именно искусству. Знаете, как для того, чтобы переход в следующее воплощение, он пришел достаточно плавно. Плавно, что я имею в виду, как продолжение. Вот что вы делаете в этом воплощении? Вы это будете делать в следующем воплощении. Потому что, по сути, когда мы говорим, сейчас я за... Расклад уже закрыт. Отступление скажу. По сути, мы из воплощения воплощения нарабатываем в контексте профессиональной сферы навыки, оттачивая их. То есть не что-то новое, а именно оттачивая. Доказательство этому является то, что, например, рождаются дети, которые там играют на инструментах. Они только родились, у них уже есть этот талант. Либо там в пении, либо в рисовании, либо в математике. Либо как у меня, второе, да. Это связано с тем, что из воплощения воплощение, я говорила неоднократно, я занималась магией в разных ее формах. То есть если это там в Африке, когда я жила, то я занималась практиками вуду, занималась в Европе медиумизмом. То есть это для меня не ново. То есть там гипноз, таро и вот эти вот все предсказательные системы, все, что связано с магией, в том числе и религией. То есть помимо язычества, еще и религии в моей жизни было очень-очень много. Причем религия не в контексте верования, а в контексте исследования и изучения. То есть как христианство, так и ислама. То есть и то, и другое играло очень большую роль в моей жизни. Крестовые походы. То есть это все было. И поэтому наработки, которые я имею сейчас, это вот я, знаете, хочу сказать тем, кто иногда смотрит на успехи достижения в контексте сейчас колеса фортуны, скажу, достижения других людей. Говорит, вот почему все же, вот что я не делаю, да, у меня не получается. Потому что у каждого человека есть своя предрасположенность к чему-либо. И эта предрасположенность, она не случайна. Это наши наработки прошлых воплощений. Поэтому очень важно искать то, что близко вам. И даже искать не нужно, а нужно просто вспоминать свое детство, что вам нравилось делать в детстве. Опять же, кто-то может сказать, да, в принципе, мы все играли в одни и те же игры. Безусловно. Но кому-то что-то нравилось более особенно. Кому-то, я не знаю, нравилось, как этот, искать кубики собирать, например, да, как конструирование. Кому-то нравилось рисование. Кому-то нравились танцы. Танцы нравились не всем. Какие игры у вас? У меня самая любимая игра была учительство. Не смейтесь. Причем мне не нравилось учить, там, что-то рассказывать. А когда мы играли в учительницу, мне нравилось держать указку. Один наш, папа моей подруги, сделал указку. Была доска. У меня дома тоже была доска. Я попросила маму, чтобы она мне купила. И вот был журнал, да, как в школах. И вот мне нравился процесс выставления оценок, оценок, да, там, как надо писать, там, фамилию вписывать, там, оценки выставлять. Это краски навыка из прошлых воплощений, связанных с исследованиями. И то, что я держала записи, мне очень нравилось указкой, показывать, там, вот как на доске, да, вот эта вот буква такая, вот эта, не в плане обучения. То есть указывать, подсвечивать, обращать на это внимание. Вот я выросла, и, в принципе, вот эта часть игры, да, она реализовалась в том, что моя задача подсвечивать вам наше мышление, как оно устроено, ну, и параллельно, то, что вот я ее изучаю самостоятельно, как эти все законы устроены, психология нашего мышления и так далее, и так далее. То есть это тоже наработки из прошлых воплощений. И в этом воплощении, то есть, по сути, что-то нового я не сделала, но стараюсь, с одной стороны, как-то вспомнить эти навыки, а с другой стороны, постараться в будущем как-то их усовершенствовать. Да, это очень, потому что пока я еще даже до этого уровня не заросла. То есть пока я доросла до того уровня, чем я уже владела в прошлом и сейчас делаю. То есть Таро, это тоже не новая моя наработка, это то, чем я уже владела. И это вот ответ на вопрос, скорее всего, многим, да, почему я считываю Арканы именно так, а не вот как-то по-другому, и откуда у меня так получается. Это вот оттуда. Благодарю. Поэтому и вы тоже задумайтесь, пожалуйста, что вы любили делать в детстве. Есть люди, которые любили давать советы. Им и сейчас, ну, то есть советы не в контексте нравоучения, а советы помощи, помогать людям решать задачи. Это тоже могла бы стать одна из профессий. Кому-то нравится, например, заниматься медициной, уколы делать, да, вот в медсестру играли, именно не врача, а в медсестру уколы делать. Это тоже предназначение, да, вот в этом направлении. Вспоминайте себя. И потому что даже сейчас, да, вот несмотря на столько расклада, сколько у меня есть на этом канале и на другом, все равно главный такой интерес у людей, в чем мое предназначение, в чем мое призвание. Призвание в контексте профессии. Призвание это то, что вы хорошо умеете делать с детства. И как бы вы ни старались обратить внимание на что-то другое, вам это будет неинтересно, вы это будете бросать. То, что вам интересно, то, что вас влечет, я вам даже скажу на своем, опять же таки, примере, вот из всех жанров литературы, да, красиво, когда кто-то читает стихи. Окей, в моих прошлых воплощениях не было этого формата искусства. Меня увлекает фэнтези. Вот кто-то может сказать, блин, ну почему? Потому что это каким-то образом связано с магией. Это связано с, я не знаю, магические какие-нибудь там академии, попаданки в иной мир, где разворачиваются вот эти вот все процессы. То есть меня могло бы интересовать фантастика? Нет, она меня не интересует. Там, я не знаю, какие-нибудь детективы? Меня это вообще не интересует, потому что в моих прошлых воплощениях этого не было. Все, что связано там, философия, религия, это тоже было в моих прошлых воплощениях. Это то, чем я интересовалась. И в этом воплощении, да, я, по сути, продолжаю это делать. Поэтому понаблюдайте не только то, что вы любили делать, а свои интересы. Вот что вы любите смотреть, какие фильмы вы любите смотреть, какие жанры, какие книги, какие песни вам нравятся, какой цвет одежды. То есть во всем этом есть подсказки. Помните, да, у нас в раскладе здесь выходила подсказка, то, что вам нужно для прохождения уроков, это уметь считывать знаки и подсказки. Вот это является подсказками. Кстати, вы можете написать потом мне в комментариях, что вот вы вспомнили, что вы любили делать в детстве, и вот как это связано с той профессией, которой вы занимаетесь сейчас. Либо это может переходить в хобби, если это не профессия, то это может перейти в ваше хобби, в ваше увлечение, то, чем вы увлекаетесь. Обратите внимание, что вам нравится. То есть мы четко знаем, что нам нравится, а что нам не нравится. Вот то, что нравится, это то, из чего может создаваться либо ваше хобби, либо ваша профессия, ваше призвание. Не надо искать что-то там далеко. У нас все есть, надо научиться замечать это. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, расклад или губец мой вам полезен. Вот. Пожелаю вам... Так, у нас этот расклад выйдет в понедельник. Да, хорошей недели. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч. Имейте в виду, что если вдруг я не выхожу в таком формате о руки, то это просто мне лень. Лень выходить в таком формате. Вот. Надеюсь, это период такой быстро-быстро у меня пройдет. Все, прощаюсь с вами. Пока-пока.